Я выложил фрагмент интервью своего с Людмилой Наровсовой, сенатором, матерью Ксения Анатольевича Собчака. Она там утверждает на полном серьезе, что считает политическая карьера ее дочери состоялась. В этом же интервью, в полном варианте, она мне говорила, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора напокоить, при том, что записана эта беседа была лет пять назад, по-моему. В чем причина такой устойчивой неприязни Наровсовой к Путину, учитывая, что Владимир Владимирович позиционирует себя как последователя и в известной степени ученика Собчака? Я думаю, у меня сложилось впечатление во время беседы и после разговора, который состоялся, когда мотор закончился, что Наровсова не может простить Путину Ельцин-центр. Ну, то, что нет Собчак-центра, а Ельцин-центр есть. Дело в том, что эти двое, Собчак и Борис Николаевич Ельцин, ненавидели друг друга людьми. И Собчак рассчитывал занять президентский крест. Во всяком случае, так мне сказала мать Ксения Анатольевича Собчака. Про ревность и политику. Вы знаете, я слышал такую версию, что травля Собчака, ну, известная, в своей основе имела ревность Бориса Николаевича Ельцина к вашему мужу, как прорабу перестройки, человеку более образованному, ну, во всяком случае, по подаче так считалось, более, ну, скажем так, фактурному и перспективному. Как вы к этой версии относитесь? Более образованному, более интеллигентному и более пользующимся авторитетом. Ну, в определенной среде интеллигенции, скажем так, да. За рубежом, среди зарубежных лидеров, потому что, понимаете, когда они видели дирижирующего оркестром или президента, они понимали, что это не совсем соответствует образу культурной России. Да, это было, и это не просто версия, так оно и было, и есть масса тому доказательств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok